20 апреля зрители Республиканской филармонии вновь увидят легендарную постановку заслуженного деятеля искусств Виктора Морозова «Пармамойд» в переводе на русский «Таежная сказка». Это одна из ярчайших и сложных программ государственного ансамбля песни и танца «Осиаке». Морозов создал ее в 89-м году, к 50-летнему юбилею коллектива. На сцене филармонии «Таежную сказку» в последний раз ставили в 2012 году. И вот спустя 5 лет ее решили вернуть зрителю в том самом первозданном виде. Елена Кононова о деталях. Вот оно, возрождение легендарной «Таежной сказки». В постановке все осталось неизменным. Каждое слово, каждое движение, каждая мелодия. Таким когда-то спектакль поставил Виктор Морозов. Сценарист, композитор и режиссер в одном лице. Обновить пришлось разве что некоторые костюмы, которые от времени прохуделись. Новым будет и свет, современным и более красочным. Но самое главное, артисты на сцене будут уже другие. От старого состава осталось только 9 человек. А как начал с тенька храб крестить, перекрещивать. В ямы забралась чуть, свои выдернула. Жить, видно, больше нельзя было. Анатолий Смирнов, артист хора, был свидетелем того, как 30 лет назад зарождалась великая сказка. Тогда, как и сейчас, ему досталась роль силыща, певца с бронгоном, коми-народным инструментом. Певец вспоминает, в 1989-м репетировать приходилось прямо во время гастрольных туров. Мы приезжали на репетиции буквально где-то за несколько часов начала концерта. Потом проходили какую-то одну из картин этого нового произведения. Причем Виктор Петрович Морозов щадил артистов, зная, что впереди большой концерт плановый. Он говорил, работайте, ребятки, в полсилы, в полноги. Но чтобы было все четко, все как аргументировано. А если не было концерта, то мы работали на площадках, приезжали уже в полную силу. Так что, когда мы приехали в Сыктывкар спустя полтора-два месяца, у нас спектакль был почти уже готов. В то время, признаются специалисты, Виктор Морозов был первым, кто решился отойти от концертных номеров и взялся за создание крупной программы. За основу спектакля он взял легенды и предания куминарода 14 века. Получилась не просто музыкальная сказка, а органический синтез поэзии, музыки, пластики, символики, песни и хореографии. Еще одна нестандартная вещь, которую я хотел бы подчеркнуть, это обработка с помощью, как бы он начинал играть с жанрами. То есть у него есть и классический хорал в музыке, у него есть и какие-то классические вещи, вот в чудинке, например, классическая мелодия. Где-то есть пасторальные вещи, где-то вплоть доходит даже, когда танцуют идолы, это вообще рок по большому счету. То есть все номера этой программы, они разнообразные. Что самое удивительное, за три десятка лет та южная сказка ничуть не устарела. Она готова, как и тогда, в советские годы, покорить и детей, и взрослых. Легендарная постановка вновь вернется на сцену 20 апреля. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.